Всем привет, всем привет, меня зовут Максим Шубин, сегодня я вам расскажу о десятке сериалов с самыми высокими зрительскими оценками, ребят, будет очень интересно, будет очень крутая подборка, также, ребят, у нас уже вышло две части подобных подборок, ссылки есть в описании, тоже можете посмотреть, ребята, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на все наши другие соцсети, все ссылки, ребят, в описании, поехали! Сериал Золото, премьера его состоялась 14 февраля 2022 года, всего 16 серий, жанр детектив, между прочим, уже в 2022 году вышел второй сезон сериала Золото, и по мне он получился ничуть не хуже, чем первый сезон, о чем же данный сериал? Студент геофака МГУ отправляется в малоизученный район Восточной Сибири для прохождения стажировки в крупной компании Аллай Золото, это его последний шанс не вылететь из вуза и получить заветный диплом, юноша приезжает в крошечный поселок и встречает там местного авторитета Антона, который представляет незаконную, но единственную реальную власть в этих местах, вскоре стажировка 21-летнего студента трагически обрывается. На его глазах убивает наставника, а самому Гоше только чудом удается спастись, теперь он один знает координаты очень перспективного золотоносного участка, но из-за гибели штатного геолога Аллай Золото прекращает свою деятельность на этой территории. Гоша должен выбрать, уехать обратно в Москву и навсегда забыть о дипломе геолога или остаться в Сибири и придумать другой проект, который устроит декана университета, но для этого ему нужно наладить отношения с Антоном. Друзья мои, я считаю это отличный проект, я посмотрел оба сезона, все они мне понравились и честно говоря я бы даже хотел посмотреть третий сезон, но не уверен что он будет. Пишите свое мнение в комментариях насчет данного сериала, если вы уже успели его посмотреть, а если нет, то рекомендую. Следующий наш сериал в подборке, сериал с замечательной Любой Аксеновой в главной роли, называется «Почка». Премьера данного сериала состоялась 1 января 2022 года, всего 10 серий, жанр драмеди. О чем же данный сериал, главная героиня сериала, инспектор пожарной службы Наталья Кустова. Ее жизнь все хорошо, каждая инспекция заканчивается серьезным кушем, ради выгоды она не остановится ни перед чем. Разве нет даже родного брата и сестру, Кустова думает, что все в жизни можно купить, солидный друзей, квартиру, одежду, премиальные бренды и красивого бойфренда, но ошибается. На плановом осмотре выясняется, что Наталье срочно нужна здоровая почка, у нее есть 3 месяца, чтобы найти донора. По иронии судьбы и по закону почку Наталье могут отдать только ее кровные родственники. Конечно, никто из них Наталье помогать не спешит, девушке придется искать самые экстравагантные способы решить проблему, действительно ли героиня что-то поняла и изменилась, или это очередная игра. На самом деле довольно удивительный сериал и необычный, но при этом местами трогательный. Я его посмотрел от начала и до конца и могу сказать, что вполне себе неплохой, с уверенностью могу вам его посоветовать. Нулевой пациент, следующий в списке и это действительно большой хит. Примеры данного сериала состоялось 19 мая 2022 года, всего 7 серий жанр драма. Как говорят создатели данного сериала, он основан на реальных событиях. Итак, представьте 1988 год, Калмыцкая АССР. Молодой врач детской больницы Кирсан Аюшев подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Даже сейчас это слово довольно страшное, а в те времена было просто пугающее. Старшие коллеги не верят, что такое возможно, поэтому Кирсан тайком отправляет пробы в Москву. Когда анализы подтверждают его правоту, к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров, специалист по малоизвестной в СССР экзотической болезни. Теперь судьба десятков детей и нескольких взрослых, а возможно и всей страны, зависит от действия столичного эпидемиолога и провинциального педиатра. Я считаю, что это безумно крутой проект, возможно даже один из лучших, что я когда-либо смотрел. Надеюсь будет продолжение, очень хочется его посмотреть. Киллер, следующий в нашем списке, премьера данного сериала состоялась 15 июня 2022 года, всего 16 серий, жанры, боевик, драма. О чем же данный сериал? Главный герой, бывший полицейский Иван, встреча в зале суда своего заклятого врага 6 лет назад, убившего его напарника, а затем отправившего его самого за решетку. Того в очередной раз обвиняют в заказном убийстве, но изворотливый преступник снова выходит на свободу. Все эти годы, проведенные в тюрьме, жажда мести пожирает Ивана изнутри, но встав на путь мщения, он сталкивается с очень опасными и влиятельными людьми. Теперь он вынужден заключить сделку с дьяволом, чтобы спасти собственную жизнь, он должен выполнить для них заказ. Иван дает свое согласие и становится наемным убийцей киллера. Но судьба вносит в его планы свои коррективы. Иван попадает в страшную аварию, несколько недель врачи борются за его жизнь, главный герой выживает, но теряет память, он не помнит кто он, кто его нанял и кого он должен убить. Он не помнит ничего и таким образом получает неожиданный шанс начать новую жизнь с чистого листа. Я посмотрел данный фильм от начала до конца, могу сказать, что довольно таки неплохо, особенно если вы любители жанров боевик и драма, однозначный мой рекомендацион. Никто не узнает. Пример данного сериала стоялось 1 апреля 2022 года, всего 8 серий, жанр мелодрама. О чем же данный сериал 8 друзей, им уже под 40, но во многом они еще как дети. Свободный от своих успешных карьер время гоняет футбол, ходит большой компанией в кино, живут в свое удовольствие, но когда сердце подводит Игоря и он теряет сознание прямо на улице, то решает во что бы то ни стало подарить жене ребенка. Есть лишь одна загвоздка, Игорь не может иметь детей, впрочем успешный чиновник найдет способ справиться с этим досадным недоразумением, но он может совладеть со всем, кроме собственных чувств. Данный сериал я не смотрел, жанр мелодрама, поэтому это не совсем то, что мне нравится, но зрителям очень понравился данный сериал. Формула преступления. Премьера данного сериала стоялась 29 июня 2022 года, всего 32 серии, жанры детектив, исторический фильм, мелодрама. О чем же данный сериал? Итак, представьте, 1895 год, Санкт-Петербург, Анастасия Ардашникова, одна из первых женщин, получивших диплом юридического факультета Сорбоны. Возвращается из Франции на родину, Анастасия обладает широкими познаниями в передовых, практически неизвестных в России методах расследования и полна надежд стать криминалистом. Ее профессиональный пыл находит понимание далеко не у всех, окружение Анастасии уверено, что она занимается несвойственным женщине-делом. И первый же опыт столкновения с российской сыскной полицией в лице пристава Тараса Смолокурова обнаруживает, как далека Анастасии от отечественных реалий. Тарас человек, не разбирающийся в криминалистических тонкостях, предпочитающий до всего доходить собственным чутьем, ногами или кулаками. Привычка Смолду тереться среди простого людя выработала у него уникальное умение находить подход к любому, даже самому трудному собеседнику. На протяжении истории этому дуэту предстоит расследовать ряд таинственных преступлений, не раз проанализировав ход расследования. Тарас придет к выводу, что не все иноземные штучки бессмысленны, а Анастасия постепенно откроет для себя простую истину. Не всякое преступление можно подогнать под идеальную формулу. Я, честно говоря, не смотрел данный сериал, но слушайте, звучит очень даже интересно, опять же, очень понравился он зрителям, поэтому можете посмотреть. Капкан на судью, следующий сериал в нашем списке, всего 8 серий, премьера состоялась 15 июля 2022 года, жанр детектив. Итак, о чем же данный сериал? Судья Нестеров, принципиальный и честный работник судебной системы. За годы службы он запомнился верностью правосудию, уникальным чутьем на настоящих преступников и щепетильным изучением доказательств вины осужденных. В день своего 55-летнего юбилея, родные, близкие, коллеги и друзья Нестерова собираются у него дома. Во время торжества загадочным образом исчезает его дочь Аня. Ситуация с пропажей человека наиболее важным является первые 48 часов. За дело об исчезновении дочери уважаемого суди берется лучший следователь полиции майор Забелин. В ходе проведения разыскных мероприятий одна за другой начинают выясняться темные секреты судей Нестерова. Жизнь несовершеннолетней дочери Нестерова теперь напрямую зависит от того, сможет ли всеми уважаемый судья признаться в своей профессиональной ошибке. Ну что могу сказать, это сериал о довольно-таки тяжелом выборе, к сожалению данный сериал я не смотрел, но тем не менее рейтинги достаточно хорошие, примерно 8.1 баллов из 10. Скорая помощь, пятый сезон, вот наш следующий сериал в данной подборке. Примера его состоялась 28 ноября 2022 года. Всего 20 серий, жанры, драма, социальная драма. В пятом сезоне сериала Константин Кулыгин вместе с коллегами вновь займется самым главным спасением жизни. Героям предстоит помочь мастеру по изготовлению зеркал, кожа которого приобрела голубой оттенок, сбитому велосипедисту, лежащему на опасном участке дороги, рыбаку, заразившемуся редкой болезнью от трофейной рыбы, и глухонемому парню, который долго не мог вызвать скорую по телефону, и даже вору, пострадавшему от железной хватки служебной собаки. Сериал наполнен различными историями различных пациентов, которые обращаются в скорую. К сожалению, данный сериал и вообще все сезоны этого сериала я не смотрел, но тем не менее, людям очень нравится. И рейтинг данного сериала 7,5 баллов из 10. Следующий сериал в этой подборке Зверобой. Премьера данного сериала состоялась 11 августа 2022 года, всего 8 серий, жанры детектив, драма, криминальный триллер, и все это сделано в стилистике нуара. О чем же данный сериал, подающий надежды столичный следователь Олег Хлебников сознательно убивает преступника при задержании. Он уверен, что для тех, кто совершил нечто ужасное, тюрьма слишком мягкое наказание. Но погибший оказывается медийной персоной, и чтобы замять скандал, его смерть называют несчастным случаем, а Хлебникова временно ссылают на службу в глухой город в тайге. Здесь пропадают маргиналы и негодяи, но местные предпочитают этого не замечать. Меньше проблем. Хлебников берется за расследование и обнаруживает след серийного убийцы, который всегда оставляет цветы зверобоя на месте преступлений. Олегу предстоит разобраться, кто за этим стоит, и решить, на чей он стороне. Данный сериал я полностью посмотрел, очень даже неплохой сериал, если вы любители детектива, если вам в целом нравится оформление в стиле нуар, то вам точно понравится данный сериал. Рейтинг этого сериала 7,8 баллов из 10. Баренцево море. Следующий проект нашей подборки. Премьера данного сериала состоялась 10 ноября 2022 года, всего 8 серий, жанры военный фильм, детектив. По идее это продолжение сериала Черное море. О чем же данный проект? Представьте, 1944 год, по сведениям, добытым у завербованного немецкого агента, планируется крупный диверсионный акт в Мурманском порту, через который СССР получает по северному маршруту жизненно необходимые военные грузы от союзников. Перед офицерами контрразведки, подполковником Сабуровым и майором Салей, стоит задача, не только спасти порт от взрыва, сорвав вражескую операцию, но и найти и обезвредить главу диверсионной группы капитана финской армии и агента германской разведки Лаури Тарни, с которым у Сабурова давние счеты. Контрразведчики вступают в опасный поединок с умным, коварным и беспощадным врагом. Все усложняется тем, что Елене и Сергею предстоит непростой выбор в личной жизни. Обойм надо решить, есть ли у них право быть счастливыми, когда на кону безопасность страны и жизни тысячи людей. Честно говоря, данный сериал я еще не успел посмотреть, но очень хочу посмотреть. Я смотрел Черное море и мне в целом понравился данный сериал, а это как продолжение. Данный сериал получил рейтинг 7,5 баллов из 10, это очень хорошая оценка. Ну что, друзья мои, спасибо огромное вам за просмотр, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Если вы хотите посмотреть фильмы или сериалы, то есть прекрасный сервис, ссылка, ребят, есть в описании, если что, переходите. Также, ребят, подписывайтесь на все наши каналы, все другие социальные сети, все ссылки, ребят, также есть в описании. Также смотрите предыдущие части данной подборки, ссылки также будут в описании. И пишите, ребят, свое мнение в комментариях, какой ваш самый любимый сериал 2022 года, будет очень интересно узнать и почему. С вами был Максим Шубин, всем удачи, всем пока.